Всем привет! Вы наверное в курсе, что крупные дозировки алкоголя вредные. С другой стороны, алкоголь это не чужеродное организму соединение и постоянно присутствует в организме каждого человека. И относительно безопасными дозами принято считать 10-20 грамм чистого спирта. Это эквивалент где-то 30-40 миллиграмм водки или 200-400 миллиграмм пива. На эту тему есть исследования и у нас был целый выпуск про алкоголь. Но сегодня мы разберем соединения, которые могут быть похожи на алкоголь либо по механизмам действия, либо по эффектам. Не будем затягивать, начнем с классики. Первое. ГМК плюс кофеин. ГМК это нейромедиатор торможения, тот с которым работает и алкоголь в том числе. И популярные вещества, которые могут повысить эту самую ГМК это добавка габа, препараты финибут, пантагам, пикамелон. Кофеин в этой схеме повышает бодрствование и настроение через действие на аденозин и дофамин. В сумме мы получаем эффект близкий к алкоголю с отличием, что нет похмелья и нарушение координации движения. Есть отличия в дозировках, тот же финибут можно до 750 миллиграмм за день, а вот добавку габа уже до 2 грамм. Кофеина достаточно и 100 миллиграмм. Схема отлично работает при переездах, на разных стрессовых мероприятиях и вообще когда хочется выпить, но ты за рулем. Мозг работает как швейцарские часы, лучше настроение и пофиг на стресс. Второй способ заменить бухлишко это настойка радиолы. Проблема в том, что это таки спиртовая настойка, обычно в ней 40 градусов и флакон 25 миллилитров, так что от спирта опьянения можно получить разве что если выпить несколько флаконов. Тем не менее для уменьшения стресса и расслабления достаточно 3-7 миллилитров настойки, все равно что выпить пару стаканов кваса, так что думаю к алкогольному напитку причислять глупо. В отличии от фенибута, который и настроение дает и такой антистресс, у настойки радиолы больше заметен только антистресс. Сам пил до половины флакона за раз, случай в передозировке кстати не видел и было крайне сложно хоть как-то отреагировать на любую шутку или негатив. Третье, эльтианин. Экстракт зеленого чая тоже работает с ГМКА рецептором. У эльтианина еще много эффектов на психику, поэтому основное что можно от него ожидать это состояние спокойного бодрствования. Вы спокойны и расслаблены и вместе с тем присутствует небольшая активность и в сон не тянет как при каких-то успокоительных. Из нашего списка это соединение вероятно самое безопасное и можно давать даже детям. Дозировки для взрослых 100-300 миллиграмм в 1-2 приема за день. Продается как добавка, но если шарите в зеленых чаях, то в некоторых сортах теанина тоже много. Четвертый внезапный способ замены алкоголя это тестостерон. Если вы думали, что он нужен только качкам и порноактерам, то ошибаетесь. Тестостерон в достаточном, но не избыточном количестве, когда он находится в норме, очень сильно действует и на мозг. Тестостерон у мужчин ускоряет передачу нервных импульсов, повышает эффективность ацетилхолина, дофамина и других нейромедиаторов. Действует в том числе и на тот же самый ГМК-А рецептор. Также известно, что гонадолиберин это предшественник ЛГ и тестостерона. Он повышает чувство эйфории. Объединяем эффект большей смелости, уверенности и лучше настроения. Пожалуй, ну очень похоже на алкоголь, только без тумана в голове и эффект этот долгосрочный. Повысить можно как естественными способами типа отладки питания и тренировок со сном, так и добавками, антиэстрогенами и прочей химией. Гуглите самостоятельно, кому интересно. Другие варианты замены алкоголя. Безусловно, есть еще куча разных соединений. Некоторые с потенциалом зависимости, от других вы можете откинуться при неправильном приеме. Это могут быть пригаболин, ГОМК, кетамин, баклосан, транквилизаторы, барбитураты, гармола или мусцимол, которые в тех же мухоморах есть. И мы не хотим показаться какими-то суперморалистами, но смысл, если есть другие способы, которые тоже сильны и куда безопаснее. Итог. Если хотите получить эффект, близкий к алкоголю, остановитесь на источнике ГМК, таком как Фениблут или Габа и добавьте немного кофеина. По личному опыту вполне рабочий вариант. Самый безопасный вариант это Эльтианин, как детское шампанское среди всего остального. Притупит эмоций и стресс настойка радиолы, около 5 мл, по инструкции около 1 мл. Небольшое увеличение тестостерона добавит к настроению и смелости. Что ж, надеюсь выпуск вам понравился и кто-то пойдет напиваться не водкой, а зелеными чаями с настойками и Фенибутом. Удачи и до скорого!